Здравствуйте, с вами Дерзендольф Олегович. В Калифорнии очень много городов, таких как, например, Лос-Анджелес, Сан-Диего, Санта-Барберс, с латинскими, либо испанскими названиями, либо библейскими названиями. Возникает вопрос, откуда произошло такое явление. Ответ уходит корнями в 18 век. После того, как испанские конкистадоры ограбили эту землю и забрали все, что можно было уже вынести, сюда нагрянули монахи-пансисканцы, для того, чтобы нести сюда Слово Божие и порабощать местные племена. Америка не очень любит этот период своей истории, потому что монахи врывались в племена солдатами и насильно заставляли принимать веру. Те, кто не соглашался, был безжалостно убит. Таким образом, за 50 лет активного миссионерства три местных племени в Южной Калифорнии сократились численность населения, сократились вдвое. По дороге между Лос-Анджелесом и Сан-Диего есть небольшой городок, в котором сохранилась миссия, как она была построена именно тогда, в те времена. Почти 300 лет назад, в 1776 году, испанские священники во главе с падриху Нипера Серра вернулись сюда и со второго раза основали миссию, которую назвали в честь великого итальянского воина-священника 15 века Джованни Дака Пистрано. Первый раз за год до этого стройка свернулась из-за того, что соседняя миссия в Сан-Диего была атакована индейцами. Но в этот раз у Нипера прибыл в сопровождении солдат и выполнил свой план. Постепенно обращая индейцев местного племени хуаненов к христианству и тем самым завербовывая себе бесплатную рабочую силу, испанцы преуспели. Хуанена были не особо развитыми, и в те времена они жили в шалашах из ивовых прутьев, покрытых листьями. Для них было в диковинку выделывать кирпичи, а потом строить из них стены. И что уж говорить про мыло, свечи, кузнецкие изделия и многие другие вещи, которые принесла вторгнувшаяся цивилизация. Монахи полностью обеспечивали себя всеми необходимыми вещами и средствами для существования. До сих пор все эти сооружения удивительным образом сохранились, и их можно увидеть. Вот, например, доменная печь. Вот рядом с ней кузница. Вот внутри резервуар, где отжимали вино. Это кухня с бутафорскими предметами обихода, но сохранившаяся атмосфера этих времен, благодаря чему можно ясно себе представить, как тут жили люди. Но самое интересное начинается возле колокольни и открытого алтаря, где проводились службы. Хунипера построил здесь самую пышную церковь в Северной Америке на те времена. Да и сегодня ошеломляют кусок средневековой готики в абсолютно мексиканском пейзаже с пальмами и кактусами недалеко от океана. Представляю, как это действовало на воображение местных племен. Сегодня это место остается привлекательным для фотографов. Однако, чтобы устроить эту профессиональную съемку, придется выложить 500 американских денег. За видеосъемку 1500. Вывод. Если вам интересны исторические места и особенно архитектура, вам непременно нужно сюда попасть. Вход стоит 9 долларов, плюс если хотите за 3 доллара взять аудиогид. Гулять по месту можно пока открытой двери хоть весь день, но все можно осмотреть меньше, чем за 2 часа. Как я уже говорил, это место находится между Лос-Анджелесом и Сан-Диего. И если вы хотите дополнить свой роад-трип интересным местом, весьма рекомендую.